Приоритетным направлением в работе отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Блоковского муниципального района является привлечение максимального количества жителей района к систематическим занятиям физической культуры и спорта. В 2022 году нам удалось построить вести в эксплуатацию народный фитнес-парк, спортивная открытая уличная площадка с 33 тренажерами на улице Стопова у спортивной школы Олимпия. На территории Блоковского муниципального района культивируется и развивается 75 видов спорта. За 12 месяцев 2022 года на территории БМР было проведено более 239 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более чем 21 тысячи человек. 16 740 воспитанников спортивной школы города и района приняли участие в соревнованиях различных уровней международные, российские, межрегиональные, областные, районные, городские, внутришколы. Так, на территории БМР действуют 5 учреждений спортивной направленности. Спортивная школа дополнительного образования – Балакова, Юность, Олимпия, Кальпатрос и Турбина. В наших спортивных школах занимается 3850 человек. Подготовку спортсменов ведут 96 тренеров-преподавателей. В общей образовательной организации БМР работает 421 спортивная секция с охватом 7104 человека. В территории Блоковского муниципального района на 2022 году зарегистрировано 771 инвалид, занимающийся физической культурой и спортом в разных учреждениях. Основной проблемой, сдерживающей развитие физической культуры, спорта и туризма на территории БМР, является недостаточное финансирование. Так, не хватает денег на приобретение спортивного элементаря, оборудования, спортивной формы для команд. Недостаточно финансирование участия команды спортсменов в выездных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. Недостаточно финансирование на проведение капитальных ремонтов спортивных сооружений. И отсутствие финансовых возможностей в муниципальных бюджетах для инвестиций в реконструкцию и строительства новых объектов спорта. Также существенной проблемой является очень низкая заработная плата молодых специалистов, начинающих тренеров, преподавателей, что является существенным сдерживающим фактором для притока молодых кадров в спорт. Сейчас, как вы сказали, конечно, у нас тут много хорошего, но концовка была такая скромно-печальная, что зависит, что не ремонтируется, зарплаты нет, финансированные слабые. Вот в вами сделано что, докладные записки у нас были в администрацию для того, чтобы увеличить финансирование. Конечно, я сама сотрудник в администрации, и была прогресса, обладает всем объемом информации. Вы обращались, он как-то легально подряд, но... Изыскивает средства в том году удалось нам найти определенные стерилизации. У нас комплекс молодежи возле Бурли, представляете себе, в очень плачевном состоянии. Удалось все за 100 миллионов, как же это делали. Сейчас очень сильно объективно насдерживает ситуацию СССР. Она очень много требует всем средств. Мы это понимаем. Но в том году в большом объеме ламинации в стерилизации увеличалось. Пазы для вествия удалось нам серьезно переносить. Ну, пазы для вествия, мы, может, не уменьшались, уже закрывался вообще пройнороженный спуск. Что он так обрешал? Ну, мы с вами поставили этот вопрос. Вы за 100 миллионов сказали, что да, тяжелое финансовое положение идут. С правой стороны директора положенного... Директор спортивных школ юности делал, да? На тот момент вы сдали работников, которые будут подслуживаться подъемом. Можно я, потому что у работников, я не подсослал вопросу? Вы же не нашли? Я не искал. Вы нашли. Все нормально нашли. Сейчас вопрос в том, что эти работники надо... Мы их обучили, надо, чтобы Росфердадзор от составал. То есть надо обязательно сдать экзамен. Раньше экзамен задавались здесь, по-моему, за мой вопрос. У меня был заявок подал. В течение недели заявок приняло. Там по обслуживанию, обслуживанию, объемных механизмов, листы, подъемники, все туда обходило. Сейчас экзамены сдают, только с ароматом, и они туда, не по заявке сразу готовы принять экзамен, а пока они укомплектуют, будут сдать прикосы по параметрам. Вот мы сейчас в связи с этим наш фактор. Мы ждем, пока нас пригласят на сдачу финансовую. В деревнях, в сельской местности, так сказать, вредка римская борьба во многих водоселах, да? Сейчас она потихоньку бросает, и я, в общем, сегодняшний день узнал, что... У вас стоит вредка римская борьба. Ну, как? У нас в селах уменьшается количество детей. Причем здесь не угасает у нас вредка римская борьба. Вредка римская борьба, а также, может, и красный яг, или узраль, или алун. Правильно. У нас в 1 января, это 36 детей, 12 детей. А у нас, соответственно, это количество детей, наполнение в стеклостных завистах, да? Это 2 лет. Сейчас выходим тем способом, что мы астеризировали. Две ближайшие деревни соединили детей. То есть они тренируются там. Конечно, для детей, что это определенная мелодия. За мной в деревню, где будут ехать. Это не общий процесс. Ну, решаем сейчас этот вопрос. Может быть, как у САГРа поможет? Вот, значит, там был у вас переход в спортивный школ, в учреждения дополнительного образования. Закон, что у вас сегодня будет участие в первом варианте. Но необходимо вам получить лицензию. У вас сейчас времени лицензия. Да. Необходимо постоянно лицензию. Для того, чтобы ее до 1 сентября получить, чтобы было удовлетворительное заключение пожарного надзора, гостехнодзора и все это. Так, 1 сентября уже получите? Да, получим. У нас уже ряд школ уже прошли, а с летом будет все нормально. Закроются и все остальные школы. Нет, 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 не переживайте. Нет, не переживайте. И, ладно, в последний вопрос, там было поставлено 7 директоров спортивных сооружений. Они сказали о том, что с 17-го года просят вас, чтобы вы приняли такое, ну, на уровне вашего отдела, врача и администрации, чтобы создать общественный спортивный совет. Туда входят общественные организации, депутаты, руководители предприятий, чтобы могли, как говорится, финансировать тоже по САГО, хранитные станции, но общественный совет, который будет зря выбрать, который не штрафов на вокзалу. У меня два директора моих владельцев в учреждении, это депутаты. Мы с ними каждую неделю собираемся на работу и все обсуждаем. Зачем еще один создавать новые вопсалетки, чтобы то же самое с этим делать? Они просили вас слезно, чтобы сраздать совет. Ну, во-первых, слезно они попросили, просил только один директор. У меня записано, что каждое совещание, они вас просят об этом. И сейчас вопрос опять спрашивает. Скажите, какой будет ваш... А вы говорите, он не нет. Это не отложен для нас вопрос. Для вас не вопрос. У меня вопрос. Мы решаем, про вашего образования, про вашего образования, мастер спорта заслуженные или учебные? У меня ваше юридическое образование. То есть спортсмену никак не будет? Я не мастер спорта, ни КМС. Я все время занималась плавжи, я буду с тобой просто. Проблемы. Я думаю, что вы ответили тяжелые проблемы для вас, чтобы спортсмен, не спортсмен, с юридической точки зрения непонятно, что здесь много, мы всегда будем... Вы сейчас хотите усомниться в моей компетенции? Нет, мне кажется, чтобы вы были открыт, но если вы дошли к реальной к этому вопросу. Реально, к каждому пасу вопросу. по поводу чего? По поводу чего? Советы созданы, они говорят, что надо сделать совет, к которому будут обращаться не вы однажды писали. Ни одного заявления, ни одного спортсмена со временем моей работы они обратились, и создание такого совета не поступало. Состояние спортивных сооружений нашего города, большинство из них досталось нам, скажем так, ну, да, начиная от Спорт-Экса, который в свое время построила атомная станция, заканчивая Альбатросом, который был реконструирован в Жидравидении. Соответственно, отношения к этим спортсмена не соответствуют. Не было, хорошо, есть, замечательно, не станет их, вообще нет проблем. Форма собственности, мама, у нас у всех практически спортсмена, нарушение формы мама, муниципальная, автономная, заработаете вы себе на ремонт. Значит, вы это отремонтируете, не заработаете, вы это не сможете отремонтировать. Мы пришли к тому, что, к сожалению, уже, опять же, касаясь импатроса, мы проводили Кубок России по плаванию властах пять лет подряд, теперь мы его не проведем. Не потому, что в Саратове открылся дворец и университета спорта, а потому, что база наша, к сожалению, уже не отвечает. Ну, наверное, для того, что спорта очень сильно не на них носила. Я хочу, чтобы мы говорим более внимательно на отношения про Пенина спор сооружений, потому, что на них дети занимаются, да, про лицензирование, говорю, да, не прошают про полное лицензирование. Поэтому, обратите внимание, Пенина на содержание спор сооружений. Не может быть так, можно сколько уходно обращать внимание, а не брошены сами на себя. Вы работаете... И этого не брошены. Ни одно муниципальное учреждение не брошено. Ну, это важно, и я... Это моя помещенность.